Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствуем вас на нашей встрече, посвященной разговору о поурочных планированиях в Московской электронной школе, посвященной вашей работе с этим сервисом Московской электронной школы. Прошу ответить в чате, насколько хорошо слышно и видно было экран и сейчас меня. А пока я жду вашу обратную связь, я начинаю нашу встречу, я расшариваю наш экран и, коллеги, готовимся внимать, задавать вопросы. Постараюсь ответить на все вопросы, которые возникнут по ходу нашего сегодняшнего разговора. Итак, коллеги, мы с вами говорим о сервисе поурочного планирования Московской электронной школы. Интерфейс данного инструмента вам знаком еще с прошлого года, но, конечно же, в нем произошли небольшие изменения. Все течет, все меняется и, стараясь сделать этот инструмент более удобным, более полезным для всех участников образовательного процесса, мы также над ним работаем. Какие же возможности появились у вас и какие возможности остались? Как можно ими воспользоваться в текущем учебном году? Итак, уважаемые коллеги, мы находимся с вами сейчас на знакомой вам странице вашего личного кабинета Московской электронной школы и мы можем начать наше планирование, воспользовавшись одним из двух инструментов. Первый открыт сейчас на главном экране и мы можем нажать непосредственно на кнопку начать планирование. Второй инструмент у нас представлен в левой панели, которая, в общем-то, отражает все ваши шаги, все ваши возможности по работе с вашим личным кабинетом Московской электронной школы, как учителя и те инструменты, которыми вы сможете пользоваться не только при планировании учебной деятельности, но и непосредственно по ходу вашей учебной деятельности вы можете обращаться к этим инструментам. Спасибо большое за ответ в чате, что все видно, слышно. Значит, тогда мы можем переходить непосредственно к содержанию нашей работы. Итак, сервис поурочного планирования. Вы помните, что работа с планированием учебного процесса строится фактически трехшагово. Первый шаг – это тот шаг, который мы можем сделать до начала учебного года. Это в целом разработать планы на преподавание наших предметов пошагово, поурочно для каждого из классов, в котором предстоит нам работать в будущем или уже фактически в текущем учебном году. Второй шаг происходит в тот момент, когда вам назначается нагрузка и привязываются к вашим поурочным планам конкретные классы, в которых будет происходить преподавание по факту в 21-22 учебном году. После чего у вас появляется такой инструмент, как календарно-тематическое планирование. То есть это фактически ваше поурочное планирование, но привязанное к конкретным классам и, соответственно, отражающееся в вашем календаре. То есть в соответствии с расписанием класса вы будете знать, в какой день у вас тот или иной урок будет проходить. Мы с вами сегодня говорим, конечно же, о первом шаге, о поурочных планах. Если раскрыть эту плашку, то вы видите, что всплывают поурочные планы, которые вы создавали, с которыми вы работали в предыдущий учебный период. К сожалению, у меня, допустим, сейчас не совсем корректно отражается личный кабинет. И вот мои прошлогодние планы с первого по седьмой класс я сейчас не вижу. Но, в принципе, работа идет, и вы видите, что система восстанавливается, постепенно у нас появляются все наши материалы. В ближайшее время все обязательно восстановится. Технические специалисты обещали, что все будет найдено, то, что сейчас потеряно. И фактически до 12 сентября у вас есть возможность поработать по созданию поурочных планов для того, чтобы все произошло очень корректно и в спокойном для вас режиме. Итак, в первой плашке отражаются те планы, которые у нас уже есть. И также в этом разделе мы с вами можем отметить непосредственно выбор разработать поурочный план, новый поурочный план для текущего учебного года. При выборе разработать поурочный план в новом окне у нас открывается, во-первых, новый интерфейс, во-вторых, подсказывают, какими способами мы можем поработать с этим поурочным планом. Но вот по поводу нового интерфейса и инструментария, обратите внимание, я думаю, что вы помните, те, кто уже работал в этом контенте, те же, кто у нас молодые специалисты, первый год будут работать в московской школе, подсказываю вам, что вот на верхней части страницы у вас будут отражаться шаги, их всего четыре, по вашей работе над созданием поурочного плана. В данном случае мы говорим о том, что мы выбираем основу. И вот какую основу мы выбираем, нам показывает вот этот вот большой раздел. Вы видите, что с одной стороны мы можем разработать поурочный план с нуля. С другой стороны мы можем воспользоваться либо системными планами, которые предлагаются вам методистами, либо обратиться к вашим планам, которые были разработаны в предыдущем году. И, корректируя их, поработать над обновлением их содержания или тематическим наполнением. Обратимся к первому шагу создания плана с нуля. Обращаю ваше внимание, да, для тех, кто в системе впервые, что отметилась галочкой, как выполненное наше первое действие, первый шаг нашего алгоритма, выбор основы. То есть мы это сделали. Теперь мы работаем в следующем разделе – общие сведения. И эти общие сведения, ну или условно на нашем уже учительском сленге мы называем это, да, карточкой нашего плана. Мы заполняем ту информацию, которая необходима, во-первых, для организации и структуризации содержания. Во-вторых, которая нам поможет затем корректно отражать этот план непосредственно в системе. Первый шаг, на который мы можем обратить внимание, который находится в правом верхнем углу – это недельная нагрузка. По умолчанию она составляет один час в неделю. В нашем предмете, если мы говорим о классическом, базовом, в наших предметах, точнее предметах области искусства, если мы говорим о классическом, базовом подходе, то эта нагрузка остается по умолчанию. Если же вдруг ваша образовательная организация предмета изобразительного искусства или музыки преподается, например, на каком-то углубленном уровне, то можно изменить количество часов, воспользовавшись стрелками вверх и вниз. Следующий шаг, который мы можем сделать на данной странице – это определить, для какой параллели мы создаем, то есть для какого класса. Обратите внимание, что у нас сейчас открывается полностью весь список классов, в которых ведется преподавание в системе образования. Например, выберем один, то есть мы понимаем, что это первый класс. Следующий шаг, который нам с вами предстоит сделать – это выбрать предмет. В том случае, когда вы являетесь учителем школы и вам назначены предметы администрации, здесь можно воспользоваться бегунком и отразятся те предметы, которые вам назначены. И, соответственно, список сократится для выбора. Второй блок, который здесь также позволяет отфильтровать те или иные предметы – это если вы работаете по адаптированной программе, то, соответственно, активировав данную функцию, вы получите предложение по работе с планами, с названиями, с выбором предметов. Именно по адаптированным программам. Поскольку мы говорим об общееобразовательной школе, то мы говорим о предмете без адаптации. Допустим, остановимся на предмете музыка. И вы видите, что как только я начинаю вбивать название предмета, система постепенно отфильтровывает все предложения по тому набору букв, которые я представляю. Следующий шаг, который мы делаем – это выбираем уровень обучения. Сейчас пока подсвечивается начальный, но мы понимаем, что это базовый уровень. И затем мы называем поурочный план. С одной стороны, в названии мы, конечно же, отражаем класс, для которого этот план предназначен. С другой стороны, если, допустим, вы создаете план уже повторно, то есть у вас сохранились системы плана предыдущего учебного года, то, например, для идентификации нового плана можно воспользоваться обозначениями годов учебного года, в которые будет реализовываться тот план, который мы сейчас создаем. После заполнения названия вы можете воспользоваться также еще одним новым разделом, который у нас в этом году появился в сервисе поурочного планирования – это выбрать учебник. Поскольку мы с вами работаем с предметом музыка, вы видите, что нам отображается перечень тех учебников, которые входят в федеральный перечень учебников по данному предмету. И вы можете выбрать тот, по которому вы работаете. Соответственно, если мы здесь изменим предмет на предмет изобразительное искусство, то изменится и перечень учебников, которые можно отметить, если вы будете создавать ваше поурочное планирование по одной из авторских программ. Оставим предмет музыка. В данном же разделе, на данной странице вы можете воспользоваться функциями выбора, для кого вы составляете ваш поурочный план. Вы помните, что если мы говорим о поурочных планах для школы, для образовательной организации, то очень часто у нас встречаются образовательные организации достаточно крупные, и часто в них по одному и тому же учебному предмету может быть несколько учителей. Конечно же, концепция преподавания здоровая, если она единая. И вот для того, чтобы облегчить работу в вашем методическом объединении, можно договориться и разрабатывать поурочные планы для вашего всего методического объединения. То есть, допустим, вы работаете только в первом-втором классе, а ваш коллега в третьем, вернее, вы работаете с первого по четвертый класс, и вы, ваш коллега, но в другой школе. И, соответственно, вы можете, договорившись о единой концепции, о едином подходе, разработать поурочный план для первого-второго класса, а ваш коллега параллельно разработает поурочный план для третьего-четвертого классов. И для того, чтобы можно было поделиться этим планом с коллегами, мы выбираем функцию либо для меня, если делаем только для себя, либо для другого и определяем имя коллеги, с которым вы хотите этим планом поделиться. Как только вы этим планом поделитесь после публикации, этот план у коллеги отражается как копия, то есть самостоятельный документ. Поэтому если вдруг вы решите какие-то изменения внести или коллега захочет каким-то образом дополнить его, в параллельном плане не должно этих изменений отражаться. То есть так, как вы, допустим, запланировали, у вас все и сохранится. Поэтому за это можно не переживать. Итак, выберем пункт, для кого составлен план, для меня. И переходим на следующий шаг. Вы видите, что у нас отмечены, как выполнены, уже два раздела, два шага нашего поступенного или постепенного движения к финалу, к результату создания поурочного плана. Прошу прощения, секунду. Итак, мы сделали два шага из четырех и попадаем на, попали, точнее, уже на третью страницу, непосредственную страницу разработки поурочного плана. Вы помните, что здесь у нас изначально абсолютно пустое поле, большое, с которым мы работаем, правое, подсвеченное слегка серым оттенком, да, и слева структура плана на данный момент у нас тоже пустая. Либо на левом поле, поле структуры плана, либо на правом поле мы можем начать дополнять, то есть начать формировать наш план, дополняя его изначально темами. Если мы работаем в правом поле, то мы работаем с помощью всплывающего плюса. Если мы работаем в левом поле, то мы работаем с помощью всплывающего окна добавить тему. Ну, например, воспользуемся этим окном. Открылось окно. Мы можем выбрать тему повторения изученного, если вдруг это нам необходимо. Либо воспользоваться выбором тем, тем тематического каркаса Московской электронной школы, которые у нас обновились после того, как мы с вами в прошлом году поработали над их формулировками, над их содержательным наполнением. И представлены здесь уже результаты именно нашей с вами совместной работы. Ну, допустим, воспользуемся первой темой музыкальной грамотой. Сохраняем эту тему и мы видим, что и в левом и в правом поле у нас отражаются две плашки, которые говорят о том, что первая тема в данном поурочном плане у нас уже создана. И система в верхней строке, в верхнем разделе отражает, что уже создана одна тема, но пока в ней нет ни одного урока. Для того, чтобы работать дальше, мы можем сделать один из двух шагов. Либо добавить в тему урок, в левом поле, вы видите, высвечивается плашка, да, автоматически добавить урок. В правом поле также через кнопку плюс мы можем добавить выбор, либо добавление урока, либо добавление темы. Ну, например, добавим еще одну тему. Также через всплывающее окно появляется вторая тема. Вы увидите, что каждая тема имеет свою цветовую подсветку, что позволяет достаточно легко и визуально-наглядно ориентироваться в самой структуре плана. У нас отражаются две темы, пока ни одного урока. Воспользуемся функцией добавления урока. Например, в тему музыкальная грамота мы хотим добавить урок. В открывшемся окне вы видите, что мы вручную уже можем ввести название нашего урока. Здесь же мы можем определиться с выбором, что этот урок, например, может стать контрольным. И когда в системе будет определенная подсветка. Предположим, да, сохранили, мы видим данную визуализацию. Если мы хотим скорректировать название урока или сделанный выбор, мы входим через карандаш, вот он здесь, да, представлен, в функцию редактирования и изменяем либо название урока, либо сделанный выбор. После того, как мы сохранили выбор темы урока, мы можем воспользоваться функцией добавления дидактических единиц. Обратите внимание, что если мы не добавим дидактических единиц хотя бы в один из уроков нашего поручного плана, то у нас кнопка опубликовать не станет активной. Открывается список дидактических единиц. Пока он не совсем корректно отражается, но в ближайшее время технические специалисты обещали, что он станет по алфавиту. И, соответственно, поиск облегчится, все будет удобно находить. Так мы говорим о звуках. У нас есть, вы видите, что стрелочка указывает, что это крупная дидактическая единица, то есть в нее есть вложенные дидактические единицы. Мы можем раскрыть, обращая ваше внимание сейчас на зеленое всплывающее окно. Вы, я думаю, обратили внимание, что оно периодически появляется. В этом году добавлена функция автоматического сохранения полурочного плана по ходу его создания, то есть для удобства нашей с вами работы, чтобы не пролистывать каждый раз страницу вниз и не нажимать кнопку сохранить как черновик. Итак, возвращаемся к функции выбора дидактических единиц. С одной стороны, мы можем нажать на крупную дидактическую единицу и у нас отметятся сразу все и данное крупное и вложенные дидактические единицы. Обращаем ваше внимание на корректность и точность выбора дидактических единиц к уроку. Потому что, с одной стороны, они подсказывают вам, какое содержание вы закладываете, какую суть вы хотите отразить в вашем учебном занятии. С другой стороны, вы помните, что данные дидактические единицы служат определенным фильтром затем при подборе материала к уроку. И, в-третьих, данные же дидактические единицы позволяют затем фильтровать материал в системе для того, чтобы предложить его ребенку для самостоятельного изучения. Поэтому, если вы представите очень широкий набор этих дидактических единиц, у ребенка получится достаточно такая обширная подборка материалов, которая не всегда будет отражать непосредственно содержание вашего учебного занятия. Поэтому мы снимаем выбор с крупной дидактической единицы и отмечаем только две единицы, которые предполагаем к изучению в данной теме урока. Фиксируем свой выбор. И вы видите, что у нас отразилась тема урока, две дидактические единицы, и мы можем перейти к следующему шагу, к добавлению материала. Открывается вся подборка, которая связана с данными дидактическими единицами, и мы с вами можем, либо проверяя эти материалы, открывая их в новой странице уже знакомой вам функции, либо, если мы знаем эти материалы, сразу же отметить те или иные элементы, которые предполагаем использовать на нашем занятии. Обратите внимание, что сохранен подбор материалов к уроку и для домашней работы, то есть для самостоятельного знакомства с учащими, учащихся. Эти материалы, что для урока, что для самостоятельной работы могут носить как ознакомительный характер, так и контрольно-оценочную функцию выполнять. То есть, либо мы можем предложить ребятам дополнительно поработать над формированием знания умения, либо проверить себя, допустим, вот здесь из формулировки на то, насколько мы умеем, вернее, насколько ребята научились выделять тот или иной изученный до уроки элемент. Выбор осуществлен. Мы сохраняем его, добавив выбранные материалы в созданный нами урок нашего поурочного плана. Продолжая работу над поурочным планом, мы добавляем уроки в каждую из тем. Предположим, здесь мы Такую тему Сохраним ее Добавим дидактические единицы Для этого воспользуемся уже знакомой системой поиска Например, мы проговорим не только про музыкальный инструмент, да, но сделаем акцент на симфоническом оркестре и конкретно на, например, струнных музыкальных инструментах Отразились дидактические единицы, и вы видите, что как только мы заполнили все обозначенные темы Как минимум одним уроком и привязали к ним, к этим урокам дидактические единицы, у нас кнопка опубликовать становится активной То есть система автоматически нам разрешает наш поурочный план завершить над ним работу Ну, я сейчас этого делать не буду, для того, чтобы такой пустой материал не транслировать в систему А вот обращу ваше внимание на другие варианты работы с поурочными планами Первый момент, к которому из двух оставшихся вариантов мы можем обратиться Это момент, когда мы в разделе уже знакомых, да, выбора основы поурочных планов Воспользовавшись системными поурочными планами, выберем предмет, по которому нас интересует поурочный план Мы выбрали изобразительное искусство, и вы видите, что у нас отражаются поурочные планы по изобразительному искусству Которые уже созданы, которые подгружены в систему И вы видите, что в текущем учебном году поурочные планы имеют такую вот дополнительную часть названия Как модель 1 и модель 2, что это означает В прошлом учебном году мы столкнулись с большим количеством вопросов, как интегрировать авторские учебные материалы В данном случае мы говорим о программах, о тематизме авторских программ В тематическое содержание тематического каркаса Московской электронной школы Вот для того, чтобы помочь вам установить соответствие между темами авторских ОМК и темами каркаса Московской электронной школы Мы в этом году разработали вам уже не одну модель, а две модели Одна из которых вам известна и соотносится с примерно основной образовательной программой на уровень А вторая модель, ну или другая, да, соотносится с конкретным ОМК, которое набрало большинство голосов Потому что вот в предметах искусства по одной из, по одному из ОМК набрали абсолютное большинство Поэтому альтернатива у нас это вторая модель То есть нету третьей еще модели, потому что не было большинства голосов Например, обратимся к модели представленной Вы видите, что поскольку мы работаем с уже созданным системным планом То название и определенный ряд выборов, вернее определенные окна уже заполнены Можно скорректировать то, что было представлено в системе Например, если не актуально для вашей школы, да нету выделения такого То можно убрать указания на базовый уровень Можно отразить учебник, с которым связан ваш выбранный, да, поурочный план, с которым вы работаете И затем, осуществив тот же выбор, который вы хотите, перейти на следующий шаг Вы видите, что в данном случае система уже заполнила поурочный план темами и темами урока Причем этот тематизм отражается на плашках тем вашего плана Компоновка тем, компоновка уроков произошла таким образом, чтобы у вас появилась возможность в этом году воспользоваться такой функцией, как тематическое оценивание Поэтому уроки подвязаны к темам каркаса так, чтобы их было не менее трех Вы помните, что для того, чтобы осуществить тематическое оценивание Нужно как минимум войти в тему, передать, сформировать у ребят определенные знания и умения И каким-то образом их проверить, насколько качественно или насколько глубоко ребята усвоили предложенный учебный материал Поэтому вы не увидите в темах поурочного планирования наполняемости каждой темы менее трех уроков Если мы развернем любую из представленных тем, то вы видите, что тема наполнена и темой урока, и дидактическими единицами И предложены уже определенные материалы, которые есть в системе по теме данного урока Если где-то материал не представлен, вы всегда можете либо добавить его, либо разработать Если понимаете, что, например, какой-то из предложенных материалов в вашей логике, в вашей профессиональной линии В вашем направлении преподавания не совсем подходит для того, чтобы отражать то содержание, которое вы будете представлять ребятам Сформировав определенный набор и материалов, и тематизма, вы можете воспользоваться функцией редактирования данного поурочного плана Еще и в том плане, что вы можете переносить содержание уроков из одной темы в другую Вы можете изменить последовательность изучения уроков внутри темы Вы можете изменить, как я уже сказала, содержание материалов И также вы можете скорректировать название предложенных уроков Допустим, под ваши пожелания, под ваш творческий взгляд на данную тему урока Например, воспользуемся функцией перестановки уроков в рамках одной темы Есть знакомая вам иконка, стрелки И наведя курсор на нее, мы получаем такую активную ладошку Которая помогает нам перетягивать урок внутри темы И вы видите, что автоматически система меняет не только их расположение, но и нумерацию Нумерация сквозная, и вот эта сквозная нумерация позволяет вам ориентироваться Зная, какое количество часов у вас в течение учебного года преподается При создании поурочного плана не пропустить тот или иной урок Мы изменили сейчас положение уроков внутри темы Как можно изменить положение уроков между темами? Для этого мы воспользуемся другой иконкой, которая выглядит как движение стрелочек по кругу Нажав на нее, мы получаем, у нас открывается новое диалоговое окно И мы видим, что этот урок у нас относится к теме живопись И мы понимаем, что мы можем перенести этот урок в одноименную тему Присоединив его к предыдущей группе уроков Поскольку этот вот сейчас не совсем корректно произошел выбор Обращу ваше внимание, вот вначале, да Смотрите, у нас темы имеют поурочное планирование определенную последовательность И чтобы понимать, в какую тему мы его переносим Нужно четко помнить эту последовательность То есть мы сейчас в этой теме и можем перенести урок вот сюда Вот теперь перенос произведен Вы видите, что следующий урок у нас стал десятым А если мы откроем тему живопись, которая у нас представлена в конце учебного года У нас отразится тот урок, который мы перенесли Мы можем его передвинуть в нужное нам место И мы понимаем, что на наш взгляд материал выстроен Мы составили то поурочное планирование, с которым мы готовы работать То есть вот таким образом, внеся небольшие коррективы в системные планы Вы сможете без труда создать свой уникальный продукт И потратить на это, мне кажется, гораздо больше, вернее, меньше времени Чем вы бы потратили на создание плана с нуля То есть сэкономить больше времени получится И третий вариант работы с поурочными планами, которые я готова вам показать сейчас Это разработка поурочного плана, например, по шаблону прошлого года Либо же корректировка собственного плана Почему это важно? Потому что, как я уже сказала в самом начале У вас отразились, должны отражаться те планы, которые вы создавали в предыдущий учебный год Но поскольку у нас произошли изменения в тематическом каркасе То поурочном плане вы можете встретить ряд моментов, которые потребуют корректировки Момент первый Необходимо проверить, собственно, название всех тем Обратите внимание, что могут встречаться подобные названия темы Мы понимаем, что в нашем предмете мы чаще всего не обращаемся к данной тематике То есть у нас каждая тема носит уникальное предметное содержание названия И, соответственно, для того, чтобы изменить вот эту формулировку Нам нужно войти в систему корректирования В каком случае появляется вот эта надпись? Она появляется в том случае, если данная тема у нас в обновленном каркасе отсутствует Я сейчас просто вам показываю функцию изменения темы Но мы прекрасно с вами понимаем, что для того, чтобы ее изменить Нужно в первую очередь открыть содержание Посмотреть, о чем идет речь И после этого выбрать предлагаемое название темы каркаса Я просто уже, зная, какая в данном случае тема изменена Она выбрала нужную нам тему То есть была тема в каркасе Отражение народной музыки в творчестве композиторов Которая сейчас вошла в тему народная музыка Поэтому данный выбор был осуществлен После чего мы можем прикрепить также дидактические единицы И сохранить данный выбор Обращу ваше внимание еще на одну тему Обратите внимание, да, у нас есть тема народная музыка И представлена в каркасе, в планировании прошлого года Тема народное музыкальное творчество Мы понимаем, что одна и та же тема по-разному называться не может Соответственно, мы понимаем, что произошло изменение названия Уже существующей темы Для того, чтобы его изменить Мы можем воспользоваться двумя вариантами Либо вбить вручную там, где мы это знаем И вы видите, что тема сохранится При этом, если мы будем вбивать какую-то другую тему Не существующую в каркасе Система нам не позволит ее сохранить Либо же После того, как мы воспользуемся функцией Выделения полностью всего названия Неважно, старого или уже введенного, да, как сейчас У нас и удаление его У нас открывается Вот это вот наше знакомое Диалоговое окно Где мы можем выбрать название Интересующей нас темы Итак, тоже сохранены все темы И мы, соответственно, можем перейти К следующим шагам То есть, коллеги, вот такие функции По редактированию поурочных планов По работе, по созданию новых поурочных планов У вас есть в системе На что еще обращу ваше внимание Прежде чем обращусь к чату И посмотрю на те вопросы Которые вами заданы Постаравшись на них ответить Обратите внимание Что вот здесь у нас представлен Один из поурочных планов по музыке Уже нового учебного года И почему именно для пятого класса Я хочу подсветить вам этот план Потому что что в старом плане Что в новом плане Вы видите, что у нас отражается Такая новая тема Новая история, скажем так Как планируемые результаты Планируемые результаты У нас привязаны к отдельным Конкретным темам тематического каркаса И при разработке поурочного плана Вы можете, обратившись К всплывающему окну Где представлены все результаты Данной темы Продумать уже Собственно и содержание И данной темы в целом Понять, на что ее изучение Будет направлено Или же может быть направлено Для того, чтобы потом Зайдя в карточку урока Непосредственно в электронном журнале Понимать, какие конкретные результаты Вы сможете достигнуть В конкретном уроке Потому что при планировании Всего блока изучения тематического Вы уже, обратившись К этим результатам Для себя сфокусировали внимание На отдельных пошаговых достижениях Тех или иных знаний И умений учащихся Итак, коллеги Какие вопросы у нас есть в системе? Обратившись в чат Есть ли функция Подбора отдельных аудиоматериалов? Потому что, когда вбиваешь Поиск композитора Выходят и уроки, и изображения Дело в том, что У нас осуществляется в системе поиск По названию материала Соответственно, если в названии урока Отображается имя композитора То, конечно же, будет предложено системой И Будет предложен и данный тип контента В музыкальных материалах Мы отражаем полностью Названия и Авторов произведения Поэтому тоже Все произведения открываются А вот С точки зрения Фильтрации Поиска Можно воспользоваться В функции Выбора Типа Материалов Сейчас я Вернусь К трансляции Экрана Я зашла уже В раздел Выбор материалов И Давайте еще раз отражу Да Вот у нас полностью Вся строка Вернее, весь раздел Который Является определенными Фильтрами при подборе Материалов К уроку И вы видите Что первое Первый из разделов Называется Тип материала В данном случае Мы сейчас с вами Когда открыли Да, вы видите Что подсвечиваются И видео И аудиотестовые задания Пролистав Ниже Мы найдем Наверняка Приложение Вот у нас есть И изображение И так далее Если же мы Выставим Нужный нам Фильтр Правда Опять же Этот фильтр В принципе Да, говорит О том Что это Атомик Ну А типа Атомиков Типа Атомарного Контента Я думаю Вы знаете Что у нас Изображение Аудио Видео И тестовые Задания То вот Соответственно У нас Уже Несколько Сокращается Сам Объем Поиска Следующий Фильтр Который Вы естественно Выбираете Это тот Фильтр Который Мы привязываем К Конкретному Материалу Например Да Вот мы Отмечаем Одну Дидактическую Единицу И Меняется Каждый раз Тот Выбор Материалов Который Мы Отражаем Поскольку Я зашла Вот сейчас Свой старый План Не совсем Корректно У нас Работает Но Еще раз Говорю Система Осуществляет Подвязку Старого Материала К новым Возможностям Старого Материала В смысле Того Что мы Уже Разрабатывали Поэтому Здесь Сейчас Какие-то Сбои Возможны Если Вы зайдете В новый Поворочный План В систему Поворочный План По идее Многих Из Тех Ошибок Которые Сейчас К сожалению Всплыли Уже Не должно Быть Какие Еще Вопросы Коллеги Есть Прошу Не стесняться Задавать В чате Готова Ответить Именно По Планированию Обращаю Ваше Внимание Что В наших Уроках По предмету Изобразительное Искусство По предмету Музыка Не представлена Такая Чаще всего По крайней мере В системных Планах Мы не представляем Такую Форму Урока Как контрольная Работа Поскольку Мы с вами Прекрасно Понимаем Что в том Случай Когда мы Говорим Об определенных Формах Контроля Именно Теоретических Знаний И умений Ребят Мы используем Такие Срезовые Скажем так Форматы Когда В течение Буквально 15-20 минут Ребята Выполняют Определенные Задания И соответственно Этот урок В полной мере Назвать контрольным Нельзя И в общем-то Нецелесообразно Целых 45 минут Тратить на проведение Такой солидной Серьезной Контрольной Работы При условии Что часовой Предмет И Наша задача Именно Знакомить Ребятам Погружать в мир Искусство Через предметное Содержание И Говоря О Контрольных Опять же Работах Мы понимаем Что в качестве Контрольного Урока Но при этом Не контрольной Работы Мы можем Использовать Такие формы Уроков Как на уроках Музыки Это урок Концерт Он может проводиться Раз в какой-то Период И на данном Уроке Мы используем Различные Формы Организации Деятельности Ребят От теоретических До творческих И Поэтому Опять же В полной Мере Названию Контрольной Работы Этот урок Не соответствует Так же Как и На уроках Изобразительного Искусства Так называемый Просмотр Выступает Как форма Контроля Когда мы Знакомимся С работами Ребят Мы их анализируем Ребята Их представляют И соответственно Данная Форма Может быть Во многих Уроках Присутствует И не обязательно Для нее Выделять Целый Отдельный Контрольный Урок Который Мы назовем Контрольная Работа Следующий Вот вопрос У нас Возник Выбор Оценки Или у нас Зачеты На данный Момент У нас Оценочная Система Но школа Имеет Право Выбирать Свои Подходы К оцениванию Учащихся То есть Отметочно Это будет Или безотметочно Соответственно В соответствии С нормативными Документами Вашей образовательной Организации Вы оцениваете Ребят Отметками Или же В форме Зачет Незачет Какие еще Есть вопросы По разработке Планирований По урочным Планирований В системе Московской Электронной Школы Коллеги Вот вопрос По поводу того Появятся ли Все системные Планы Да коллеги Они обязательно Появятся В ближайшее Время И вы По всем предметам На полностью На весь Курс Изучения С первого По седьмой Класс Мы разработали Данные планы И как я уже сказала Что они будут В двух моделях Одна модель Создана По Примерной Основной Образовательной Программе На каждой из уровней Вторая модель По тому УМК Которая Была Вами Выбрана Поскольку Это наше Предложение По Компоновке Учебного Содержания В ваших Планах Соответственно Мы не указываем Ни авторства Не привязываем Конкретным Учебникам Поскольку Еще раз говорю Что мы постарались Учесть Все варианты В том числе Для того Чтобы облегчить Подходы К тематическому Оцениванию Учащихся Вопрос Есть ли Ограничения В количестве Тем Ограничений В количестве Тем В поурочных Планах У нас Не существует Самое главное Чтобы это Количество Было Целесообразным И как я уже Сказала Чтобы не Получалось Так Что у нас Каждый урок Новая тема Это Не совсем Корректно С точки зрения Педагогического Профессионального Подхода К компоновке Материала К его подаче И структурированию Все-таки Как минимум В течение Нескольких Уроков От трех И чуть более Мы говорим Все равно С ребятами На одну Тему Либо на Представляем Содержание Примерно Схожее В рамках Одного Тематического Элемента Структуры Предмета По поводу Оценки За Практическую Работу Могу сказать Это вот тоже вопрос За что мы ставим Оценки Формы контроля В журналах У вас в этом году Появится Название Несмотря на то Что название Этих форм Унифицировано Опять же Чтобы Не было Слишком большого Набора Предметное Наполнение Мы вкладываем Естественно Своё Простите за Татологию Именно предметное Поэтому Ознакомьтесь Внимательно С предлагаемыми Формами С глоссарием Который к ним Будет предложен И вы сможете Без труда Определять За что За какой вид Деятельности Вы можете Оценить Либо конкретно Вы учащегося На уроке Либо Весь класс Если эта работа Будет Связана С массовой Организацией Именно С работой Всего класса Или группы Учащихся То есть Ещё раз говорю Название Форм Контроля Будет единым Содержание Расшифровка Вкладывается Предметное То есть В зависимости от того Что и как Преобладает И присутствует В наших уроках Вопрос По поводу Планируемых Результатов Дожав На неё Мы можем Открыть Всё Планируемых Результатов На данную Тему Это не значит Что именно На эти Три или Четыре Урока Просто Ещё раз Обращаю Ваше Внимание Что когда Вы будете Наполнять Тему Уроками Вы сможете Для себя Как бы Понять Каких результатов Вы будете Достигать Это поможет Вам И в отборе Материала И в отборе Содержательного Материала И в отборе Каких-то Материалов Для проведения Контрольно-оценочных Процедур И в подборе Материала Для самостоятельного Изучения Ребятами Планируемые Результаты У нас в первую Очередь Подсвечиваются В поурочных Системных Поурочных Планах Пятого Класса И рассчитано Что мы В этом году Попробуем Погрузиться В этот инструмент Именно в первую Очередь При работе С учащимися Пятых Классов Ещё раз Повторю Что В поурочном Плане Вы их Видите А уже В электронном Журнале В странице На странице Урока В карточке Урока Вы сможете Отметить Какие Из этих Результатов Вы планируете К достижению На том Или ином Учебном Занятии Спасибо большое Коллеги За вашу Благодарность Рада Что была Полезна Есть ли Ещё Какие-то Вопросы В принципе У нас Есть ещё Немного Времени Поэтому Могу Ответить Если вдруг Осталось Что-то Без внимания Или же Необходимо Что-то Прокомментировать Именно по Поурочному Планированию По поводу Работы С журналом Здесь задан Вопрос На этот вопрос Сейчас Я Ответить Вам Не смогу Но Я надеюсь Что На ближайших Встречах Информация Появится И В принципе Я думаю Что вам Опять же Системный Администратор Ваших Электронных Журналов Школ Обязательно Обновления Которые Произошли Или Произойдут В электронном Журнале Обязательно Расскажут Доведут До вашего Сведения И научат Работать С этим Инструментом Если он Обновился Коллеги Какие-то Вопросы Именно По Урочному Плану Если Вопросов Нет Спасибо Большое За то Что Все Понятно И Четко Благодарю За ваш Отзыв Я надеюсь Опять же Что мы Действительно Своей Работой Нашими Встречами Для вас Являемся Полезными Спутниками Полезными Сопровождающими В вашей Работе В ближайшие Дни Начиная с 30 Августа Мы продолжим Наши встречи Часть из них Пройдет Также в режиме Трансляции А затем Мы перейдем В формат Собраний И Я думаю Что вы помните Что в прошлом году У нас такие Собрания Консультации Проходили И вы могли Задать конкретно Интересующие вас Вопросы Получить Тут же Ответы на них Либо Методисты Говорили Когда они смогут Ответить Чтобы ответ был Компетентным Правильным Грамотным Поэтому Приходите На встречи Информацию О них Можно найти На сайте Нашего института И Зарегистрировавшись Не просто Попасть На встречи Но еще раз говорю Что Получить Надеюсь Полезную Информацию И ответы На интересующие Вас Вопросы Приглашаем Вас На наши встречи 30-31 августа Затем Начиная Со 2 сентября И Будем Надеяться Что Наше сотрудничество В новом учебном году Будет Столь же А может быть Даже более продуктивным Чем мы его начали В прошлом году Мы искренне Надеемся На сотрудничество С вами Мы искренне Надеемся Что Мы Являемся Полезным Инструментом В вашей работе С Московской Электронной школой И Естественно Я думаю Что вы Поняли Что Наша Общая Задача Сделать Процесс Обучения Образования Интересным Ярким Содержательным Не только Для нас Профессионалов Разработать методики Подготовить материалы Но в первую очередь Для ребят Которые Изучают Наш предмет Постигают Мир Которые Постигают Мир Вокруг себя Большой мир Искусства И вы знаете Что это Очень здорово Влияет на них И формирует Их Как Личности Спасибо большое За ваше внимание До новых встреч Всего доброго В новом Учебном Году Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok